Всем привет! Меня зовут Вера. В этом видео я хочу рассказать историю, где на меня сняли обзор. И я хочу ответить на комментарии и рассказать своё мнение об этом видео. Ну, во-первых, я узнала о том, что на меня сняли реакцию уже, наверное, где-то спустя месяца-полтора. Случайно об этом узнала, когда одна девушка написала мне комментарий под моими видео. Прежде чем я буду говорить об этом видео, хочу сказать об вот этой рубрике, о вот этих её видео. Ну, я не в первый раз уже натыкалась на вот эти её видосы. И, честно говоря, у меня было как-то неприятно послевкусие, потому что это выглядело, как будто ты, не знаю, стебёшься над людьми. Причём я видела её видео, где она сначала снимает обзоры, потом из-за того, что на неё девушка подала жалобу, она второй раз снимает на неё обзоры. И уже говорит в видео, что вот она на меня подала жалобу, какая она плохая. И давайте по нашей традиции мы ещё раз снимем на неё видео. И когда заходишь в комментарии под такими видео, то тут уже как бы речь уже явно далеко не о волосах, как она себя позиционирует, парикмахер, что мы там разбираем волосы и говорим про волосы. На самом деле заходишь под комментарии таких видео, и там просто лютый трэш, и просто обсираловка идёт человека конкретного. Понятное дело, что его оскорбило, что кто-то над ним насмехается, что над ним смеются. Это, блин, нормальная реакция, когда человеку не нравится, и он пытается как-то с этим сопротивляться. Но для меня, мне кажется, ненормально, когда она повторно вот это вот выкладывает. Вот реально я зашла на комментарии подобных видео, и просто одна обсирает девушку за то, как она выглядит, просто за внешность. Вторая обсирает её за не тот характер, что она там ведёт себя как бабка базарная на рынке, ещё там где-то. Вот читаешь такие комментарии, сидишь и думаешь, вот с какой целью было сделано вот это видео, если в комментариях люди как это видят, как это воспринимают, и всё, что в принципе там написано, всё это выглядит как полнейшее издевательство над человеком. Не знаю, это можно даже свести к буллингу, что просто такое количество людей обсирает одного человека. Для меня это прям непонятно, для меня вот прям какой-то трэш. Тем более на видео был момент, когда я говорю про то, что парикмахер испортил мне кофту. И за то, что она мне испортила кофту, я хотела скидку. В принципе, если мне испортили мою вещь, это, блин, нормально, что я захотела хотя бы скидку за моральный ущерб, я не знаю, за то, что... за то, что она мне вещи испортила. Я считаю, это нормально. Вот, читаю комментарии. Прикольная девушка, красилась в салоне, и краска в ушах была, и на шее краска была, и волосы были на месте, она начала самокраситься. Нет краски в ушах, краски нет на шее, волос тоже нет. Где-то произошёл сбой. Ну, произошёл сбой явно не у меня, а вот этой комментаторши, которая, видимо, не поняла, о чём вообще рассказывалось в видео, либо о девушке, которая вела этот канал. Видимо, как-то показала всё только выгодной для себя в свете. Вот история с той парикмахершей, что я ходила несколько раз к ней, и если каких-то косяков изначально я не замечала, либо специально как-то их сводила на нет, то потом, когда уже по нарастающей, эти проблемы казались мне всё больше и больше, и потом я уже поняла, что краситься у неё я не хочу, потому что она точно так же могла мне краску передержать, и после неё точно так же мне могли волосы отвалиться. Это как минимум странно такое описать, потому что видео в своём, которое я до этого снимала, я сказала, что я крашусь несколько лет в блондинку и передержала краску я всего лишь два раза за всё это время. И за оба раза у меня начинались отваливаться волосы. Я понимала, что это моя ошибка, что не я как-то там плохо крашу или плохую краску подобрала, или ещё что-то. Я понимала конкретно, в чём была моя проблема. И в дальнейшем я тоже уже в своих видео говорила, что прежде чем начинать краситься, особенно если ты высветляешь волосы, особенно красишься в блонд, что нужно ставить определённое время и буквально по таймеру время высматривать, потому что не дай бог, вот на одну-две минуты, вот как у меня было, на одну-две минуты передержала, всё, волосы поотваливались. И люди, которые пишут, что типа вот она сама красила и где-то произошёл сбой. Мне кажется, такие люди просто никогда не красились в блондинку и не знают, что это такое. Типа, когда ты случайно там, не знаю, на пять минут передержал краску и всё, у тебя реально уже начинают волосы отваливаться. Это просто необратимый процесс, который ты не можешь ничего сделать. И на самом деле передержать краску как нефиг делать, особенно если ты сам красишься, не знаю, там, пока там смотрел телевизор, засмотрелся, время забыл там или ещё что-то. И точно так же у меня было в салоне, что когда я ходила к парикмахеру, что пока она красит другую, я сижу уже больше положенного времени и точно так же могут отвалиться волосы. Это чистый, наверное, человеческий фактор. Я уже несколько лет крашусь в блондинку и за всё это время у меня вот буквально пару раз было такое, что я передержала краску, и это закончилось печально. Извините, два раза за несколько лет, ну, как бы бывает. Тем более, что я показывала фотографии свои, где я раньше красилась тоже в блондинку, и у меня волосы были хорошего и оттенка, и хорошего состояния. И когда я говорю, что я сама это красилась, а я сама тогда красилась, люди не верят. Зато если я скажу, что я передержала краску один раз, хотя крашусь там несколько лет, то они это сведут всё так, что типа я плохо крашусь, вообще я не умею этого делать, и, короче, как-то так. Так вот по поводу истории с этой кофтой я не договорила. Она сама на видео говорит, что, ой, ну это нормально, что, допустим, мы... Это, допустим, нормально, что краска попадает на одежду, что она портит одежду. Ну, у меня тоже такое было. Я думаю, ну, с этих слов всё понятно уже про профессионализм парикмахера. И мне было непонятно людей, которые говорят, что да-да, она сама знала, куда она идёт. Поэтому она должна была одеть там какую-то одежду, которой не жалко. Я такая, чё? Я иду к парикмахеру как раз именно для того, чтобы она всё сделала мне профессионально. Для того, чтобы она всё хорошо покрасила и не было никакой краски в ушах. Я за это ей плачу деньги. И если мне как бы испортили мою вещь, для меня это, ну, в какой-то степени в убыток. Конечно же, я хочу скидки. Это нормально. Но я абсолютно не понимаю девушек, которые говорят, что типа ты знала, куда ты идёшь. Блин, вот знаю миллион историй, где девушки записываются в парикмахерскую, на покраску, перед свиданием, перед концертом, перед каким-то мероприятием или ещё что-то. И по логике этих девушек, такие девушки, которые ходят в парикмахерскую перед каким-то событием, должны носить запасную одежду. Типа для парикмахерской. Типа для чего вот эта вот накидка всё тогда делается? Для того, чтобы защитить одежду. Ну, это же, блин, логично. И я считаю, это прям конкретный косяк, что вот мне испортили одежду, вот она что-то там где-то не заметила. Блин, я сижу в кресло у парикмахера, я не могу следить за процессом, что там происходит. Ой, а вы там задели мою кофту? Не задели? Блин, я зачем сюда пришла? Для того, чтобы сидеть всё контролировать, я пришла сюда довериться человеку, довериться профессионалу. Ещё был момент в начале видео, когда она говорит про тон кожи, то, что там тон кожи что-то не совпадает с цветом волос, там ещё что-то. Я думаю, что, при чём тут тон кожи и волосы? Я представляю, как после этих слов ущемились девушки, у которых от природы в принципе цвет кожи темнее, чем волосы. А если они ещё хотят краситься в блондинку, то вот такие вот профессионалы их просто засрут. Мне кажется, что вне зависимости от тона кожи ты имеешь право в любой цвет краситься. Причём я, кстати, заметила в её видео, в её вот этих обзорах, что она как будто агитирует девушек перекрашиваться из блонда в какие-то более тёмные тона. И у меня сложилось такое впечатление, что она как будто вот сама не может себе вот волосы высветлять, чтобы вот это выглядело каким-то холодным, светлым блондом. И она пытается таким как-то образом других девушек агитировать, чтобы, типа, я не знаю, если не я, тогда и никто. Просто я замечала и видела её старые фотографии, где у неё тоже были высветленные волосы. Причём на некоторых фотографиях у неё волосы выглядят жёлтыми и прям выглядят соломой. Даже у неё вот я какие-то фотографии находила, что у неё волосы вот выглядят прям реально жёсткие соломой. И после этого мне стало непонятно, почему человек, который сам неоднократно себе сжигал волосы, ходил с соломой на голове, снимает такие, типа, видеообзоры на других девушек и высказывает своё мнение, стебётся над ними как-то. Это так странно. Типа, блин, ты сама через это прошла. В чём твоя проблема? Ну, то есть, я замечаю, вот в каждом её видео она пытается агитировать девушек. Что, типа, вот, вам блонд не идёт. Зачем вы краситесь в этот блонд? Вообще, практически никому блонд не идёт, а вот только мне идёт. Это шутка, конечно. Я заметила, что она много кому советует просто перекрашиваться в натуральные тона. И даже заходя в комментарии под видео, которое она снимает, очень много девушек пишет просто, прям, можно сотни комментариев, но эти девушки пишут, вот, спасибо тебе! Я поняла, в чём моя проблема. Я тоже решила перекраситься в натуральные оттенки. И вообще поняла, что блонд мне не идёт. И всё в этом духе. И именно вот такие комментарии она лайкит. Я знаю, что ей доставляет это удовольствие, что у неё получилось хоть кого-то агитировать, не краситься в блондинку. Потому что, видимо, для неё это какая-то больная тема или что, я не знаю. Ну, такую тему я, кстати, у неё во всех видео замечала, что вот она говорит, что вот, лучше бы она покрасилась тёмной, натуральной или ещё какие-то цвета, но только не в блондинку. Может, это зависть? А ещё она на видео говорит, типа, вот, посмотрите, вот у неё настолько обесвеченные волосы, что вот даже волосы сливаются со светом. Блин, вот, когда сильно светит свет, ну, как бы, понятно, что светлые волосы сольются со светом, если прям реально сильное солнце. Я ещё туда запомнила этот день, что реально очень сильное солнце тогда светило. Я тогда подумала, что меня в кадре, может быть, не видно из-за того, что очень сильно светит и меня очень плохо, может быть, видно в кадре. И именно вот этот момент ей нужно было, конечно же, задеть, зацепить. Это, мне кажется, такой момент, когда ты уже просто не знаешь, к чему прикопаться, и такой, типа, смотрите, как свет сливается с цветом волос. И пофиг вообще на то, что солнце светит настолько ярко, что тут не то, что волосы сольются, тут кожа и одежда, и всё остальное сольётся. И, кстати, вот то, что у меня было на том видео, были волосы сожжённые, но несмотря на то, что краска сама по себе жёсткая, и её и правда передерживать нельзя, потому что может быть как раз вот такой вот эффект, что волосы могут отпадать. И вот на том видео это была абсолютно та же самая краска, которой я и красилась и до этого, и которой я красилась и сейчас. Вот цвет волос это одна и та же краска. И даже вот я показывала на видео фотографию, что у меня нормальные волосы, и она такая, да, вот здесь нормально накрашено, здесь хотя бы пигмент видно и всё такое. Причём я красила, что вот на этой фотке, что когда я сожгла волосы, это была абсолютно одна и та же краска. Причём вот то, что я показывала фотографию для примера, какие у меня волосы были, это как раз была фотография после покраски, когда я сначала обесвечиваю волосы, а потом тонирую волосы. И я это тоже неоднократно говорила в видео. Странно, что она смотрела видео и этого не поняла. Потому что после тонировки у меня как раз остаётся вот такой вот серый пигмент на волосах, но со временем он уже смывается. И получается просто светлые волосы. То есть этого серого пигмента его уже нет, он смывается. Плюс ко всему, я в этом видео сама говорила, что у меня появилась проблема, когда я красилась тонирующей краской. и краска почему-то никак не отреагировала на волосы. То есть пигмента никакого на волосах не было. То есть я как будто и ничего не делала. И она, наверное, специально не вставила вот этот фрагмент видео в свой ролик. Понятно, почему ей оставляли краску в ушах и на шее и портили одежду парикмахер, знакомый её мужа. Как это связано? Знакомый её мужа, это значит, что они работали вместе, а не то, что она его бывшая. О, Господи, люди, начните уже здраво смотреть на мир. И по поводу того, что мне испортили кофту, кстати, вот хочется просто пожелать девушкам как-то больше самоуважения к себе, что ли, чтобы они как-то больше себя уважали, чтобы они не считали нормальным, что ты приходишь к парикмахеру, ты платишь ему за услугу, он портит тебе одежду, и это считается типа норм. Это не норм. Мне вообще странно, что это нужно вообще объяснять, типа, что если тебе испортили одежду, то это не норм. Это не мой косяк в том, что я пришла в одежде, в которую хочу. Это её косяк в том, что она не смогла работать так, чтобы не запачкать меня. Странно, что это вообще нужно людям объяснять пипец. Знакомая мужа не сделала мне скидку. По одной фразе можно понять часть потребностей незнакомого человека. И какие же потребности у меня? Отстаивать свои права? Как ты посмела? Надо же, негодяйка вообще. Да уж, тоже странная девушка. Не понимая, зачем сначала ушатывать собственноручно свои волосы в хлам, а потом заниматься критикой мастера. К концу видео девушка подвела итог проблемы с волосами. И у неё из-за того, что мастер не сделала скидку. Как вообще скидка относится к проблеме с волосами? Как вообще можно было свести это в одно предложение? Я не понимаю, я же неоднократно сказала про кофту, что скидка попросила из-за того, что мне испортили вещь, а не из-за того, что у меня были проблемы с волосами. Критикой мастера я занималась только потому, что я говорила, что мастер мне не нравился, и поэтому я перестала к нему ходить. Вывод не кратить знакомых девушек мужа. Это тот момент, когда ты, наверное, любишь выворачивать чужие грязные трусы и смотреть на них, нюхать. Это вот примерно, наверное, из этой серии, когда ты обсуждаешь не волосы, а бывшую девушку мужа. Причём тут бывшая девушка мужа. Если она и вовсе не его девушка. Непонятно. И как бы над этими всеми стёбными комментариями удивительно, что она ставит лайки. Потому что мы все знаем, что цель этого видео была обосрать человека. Там уже не только волосы обсирали, там у меня уже и макияж обсирали, и цвет, и тон кожи обсирали. И вот некоторые пишут, типа, не хватает синих теней, было бы точно девушкой с 90-х. Я как бы не знаю, я в 90-х тогда не жила. Я тогда только родилась в конце 90-х. Поэтому как тогда ходили, я как бы не знаю. Но по мнению вот таких вот девушек, которые сами оттуда вышли, они считают, что если девушка блондинка, и у неё красные или синие тени, значит она из 90-х. То есть по их логике, если у меня светлые волосы, я не имею права краситься красными либо синими тенями. По их логике это примерно так работает. С этого момента перестаю пользоваться краской капус. В принципе, я как бы знала, что краска капус из недорогих сегментов, но первое время она мне устраивала. Потом, когда у меня начались как раз проблемы с волосами, и я просто случайно там передержала на 5 минут краску, и у меня уже начали проблемы с волосами. Из-за этого, конечно, я уже начала задумываться о том, что может быть не всё-таки поменять краску, а то, что купить более дорогую, более качественную, более профессиональную. И в случае, если у меня произойдёт, не дай бог, один раз, ещё раз, вот так вот, момент, что я там случайно забыла о времени, передержала краски, и чтобы у меня не было такого, что у меня потом всё отвалилось. А то всё равно потом найдутся такие умники, которые будут говорить, что я настолько херово крашу, что у меня отваливаются волосы. Вот один раз случайно. Сделала ошибку тебе, вот всю жизнь за эту ошибку тыкать. Можно подумать, вот эта девушка-блогерша, как будто никогда не передерживала краску случайно кому-то, или бы себе. Ну, типа, странно. Это, слушайте, человека, который сам выкладывал фотки, где у него сожжённые волосы. Каждый человек рано или поздно может совершить ошибку, но стебать и издеваться над ним, снимать видео, обзор, там, я не знаю, реакция на то, что он один раз делал ошибку. Ну, такое. Я сняла это видео в цели для того, чтобы поделиться, рассказать о том, как у меня это случилось, то, что, в принципе, из-за чего могут отваливаться волосы, из-за того, что я просто не следила за временем, я передержала краску. Ничего плохого у меня в технике не было, ничего плохого в краске не было. Если бы была краска настолько плохая, наверное, бы её не продавали. Не спасти, максимально состричь и отрастить больше так не делать. Когда я в видео говорила о том, что я хочу заниматься восстановлением волос, в том числе процедура, это в том числе маски для волос, девочки в комментарии начали стебаться, стебаться, типа, вот на какие она там процедуры хочет ходить, их уже не спасти, они всё равно отвалятся, ха-ха-ха, вот каким-то вот этим издевательством занимались, и для них это было забавно. Но я сама как бы знаю, что если волос уже испорчен, что, скорее всего, восстановить его нельзя, хотя, в принципе, адекватным людям это тоже всё понятно. Они понимают, что эта процедура хоть и называется восстановление волос, но она не восстанавливает волосы, а поддерживает их в максимально хорошем состоянии. Что если волос уже испорчен, как бы понятное дело, что его уже ничего не восстановит. Зато можно поддерживать волосы в хорошем состоянии, чтобы они не отваливались, чтобы они дальше отрастали, чтобы они выглядели более-менее нормально. Мне кажется, вот эти девушки, которые пишут такие комментарии, они сами никогда не делали подобные процедуры, никогда не ухаживали за волосами так, чтобы постоянно ходить на процедуры, делать маски и тому подобное. Для них это что-то новое, что-то странное, поэтому они думают, что это невозможно. Хотя вот из-за того, что я начала делать процедуры для волос, я начала пользоваться масками постоянно, просто регулярно. Из-за этого у меня прям состояние волос офигенно изменилось. Качество волос у меня, кстати, офигенное стало, после того, как я начала активно заниматься их восстановлением, потому что я понимала, что, конечно, это трэш, что я их сожгла, и все такое, я понимала, что это как бы моя вина. Не поверите, каждый раз после ухода колориста у меня в ушах краска, да, и такое есть, к сожалению. Вот такое реально есть. Непонятно, люди, которые в это не верят. Девушке однозначно надо закрасить волосы, заполнив их пигментом. Мне в далеком прошлом только это помогло остаться с волосами. Я пыталась их заполнить пигментом, то есть я в видео неоднократно говорила, что после осветления я красила с тонирующей краской, и мой волос с тонирующей краской не берет, то есть после тонирующей краски результата ноль. То есть как будто я ее не красила. Я это говорила в видео, я это говорила потом, и эта девушка, блогерша, которая потом снимала видео, реакцию на мое видео, она тоже, скорее всего, это слышала, что я красила волосы тонирующей краской после осветления, и краска не взялась на волосы, никакого результата не было, я это говорила. Поэтому потом вопросы какие-то ко мне по поводу этого, и какие-то комментарии по поводу этого очень странные. А потом она вроде как бы и посмотрела мое видео, но походу ничего не поняла, потому что она сидит и лайкает вот эти комментарии, что типа нужно заполнить их пигментов. Да что ты говоришь, дорогая моя? А я не знала. Как можно быть блондинкой и не пользоваться маской? У меня маска всегда есть в ходе, когда я была темненькой и со световыми волосами, да и нормальный волос. Я все, но да, маской пользовалась, а в блонде ты и подавно. Представляешь, Олеся, но есть волосы хорошие от природы, и я вот сколько лет красилась в блондинку, но у меня было всегда хорошее состояние волос до того, как я их не сожгла. И даже я не пользовалась масками, и у меня все равно было хорошее состояние волос. Представляешь, вот у некоторых людей просто от природы могут быть хорошие волосы, которые более-менее терпимы, наверное, относятся к краске, я не знаю, потому что у меня состояние волос даже без масок было хорошее. Даже девушка в комментариях написала, хз, мне не нужны маски, волосы здоровые, хватает много шампуней, волосы как шелк. Вот у некоторых реально разные волосы, у кого-то буквально шампуни хватает для того, чтобы волосы выглядели шикарно, у кого-то хоть шампунь, хоть маски, и все равно не помогает. Это от волос зависит, блин. Похоже, я сегодня просвещаю этих людей, которые писали глупые комментарии, что такое возможно, представляете? А теперь девушка будет тратить больше времени на становление, скупая платье дважды, к сожалению. Я в любом случае сделала бы эту процедуру восстановления, даже если бы не сожгла волосы, потому что я типа интересовалась этой темой, мне было интересно восстановление волос. Хоть она и называется процедура восстановления, но она не восстанавливает волосы, она ее больше напитывает. Но если бы у Жанны даже были испорчены волосы, только дополнила бы дополнительные экспертности в оценке испорченности чужих волос. Нет. Нет, это так не работает. И, наверное, открою вам секрет, но у нее тоже были испорченные волосы, она тоже показывала это на фотографиях и на некоторых видео. Какое кератиновое выпрямление, какой ботокс, если волосы в таком состоянии, ничем не поможешь, только краситься натуральный цвет и ждать, пока новые отрастут. А все эти процедуры в лучшем случае пустое выбрасывание денег. Я сделала ботокс два раза уже на волосы, мои волосы стали намного лучше, выглядят по-другому. И могу сказать, что моим волосам это помогло. И я после этого даже отрастила вот до сюда волосы, уже успела их состричь, чтобы у меня более-менее как-то вот эти вот волосы уже отрастали и уже была одна длина. Потому что вот все, что у меня отвалилось, она у меня до сих пор вот здесь вот отрастает. И, представляете, эти процедуры помогли. И вот как бы вы сидели там неверующие, мы там писали комментарии, но это помогает. Помогает, конечно, не всем. И это нужно найти грамотного специалиста, который бы еще сделал бы вам процедуру для того, чтобы вам помочь, а не для того, чтобы содрать свой денег. Потому что я знаю, есть очень много парикмахеров, которые делают и ботекс, и кератиновое выпрямление. Я этих видео тоже насмотрела с интернета просто дохренища, что большинство парикмахеров делают процедуру не для того, чтобы как-то сделать лучше там волосам клиента, да, а для того, чтобы просто заработать денег. Потому что это не дешевое удовольствие. Даже могу сказать, что не каждый может себе это позволить. Как бы меня там не обвиняли в том, что я пытаюсь сэкономить на дешевые краски, на то, что, типа, я там прошу скидку. Вот в чем бы меня там не пытались все обмануть, я не могу назвать себя скупой. Если бы я была скупая, ну уж, наверное, я бы просто отрезала бы волосы, а не пошла делать дорогостоящую процедуру для волос. Поэтому вот эти тупые обвинения в мой адрес просто неоправданы. Краску я так и украсилась, потому что мне она казалась профессиональной, она меня устраивала. Несмотря на то, что я все равно сейчас хочу сменять краску, я считаю, что это более-менее нормальная краска, которой можно краситься. Да, она жесткая, но ей краситься возможно даже нормальный цвет получать. Я не считаю в этом, что из-за того, что я покупала, более дешевый, профессиональный сегмент. Я не считаю, что из-за этого я какая-то там, не знаю, мелочная и скупая. И то, что я, и то, что мне испортили вещь, которую я только купила, и тут же ее надела, и мне тут же ее испортили, мне была такая обида. И, конечно, мне хотелось скидку. И считать меня мелочной или скупой из-за того, что мне испортили вещь. Люди, алло, мне испортили вещь, мне испортили, а не я испортила. В чем мелочность? В том, что я не готова деньги вот так вот разбрасывать и выкидывать свои вещи направо-налево, которые только что купила. Это вот для вас мелочность? Вы из какого мира? И вот вы заметили вот этот кликбейт? Девушку ничем не остановить. Она продолжает краситься в блонд. Ну, во-первых, я чувствую себя так комфортно, я чувствую себя уверенно, мне нравится этот цвет, и я чувствую, что это мое. Почему я должна перекрашиваться в другой цвет? Только потому, что тебе так кажется. Тебе не кажется, что это странно? И особенно вот этот ее комментарий в мою сторону. Вот такие девушки думают, что им идет только блонд. Покажи мне, что я хоть где-то и хоть когда-то говорила, что мне идет только блонд. Я, наоборот, всегда говорила и буду говорить, что мне идут абсолютно разные цвета. Мне и черный идет, и русский идет, и даже рыжий идет, и блондинка идет. Я уже все цвета волос перепробовала, которые, возможно, были, и мне все идет. Представляете? Я ни разу в жизни не говорила, что мне идет только блонд, что мне идет только светлые тона. Никогда этого не говорила. И вот эти слова подводить под моим видео в мой адрес бред. Реально полный бред. Как она вообще пришла к такому умозаключению? Героини в ролике это тихий ужас. Неужели такой цвет волос может кому-то нравиться? У девушки три выжженных пира на голове цвет белой стены. Вы когда-нибудь смотрели сериал Игра престолов? У Дейнери Старгарин у нее были настолько светлые белые волосы, вот прям чуть ли не белая стена. И знаете, это смотрится красиво. И это многим нравится. Когда это выглядит хорошо и ухоженно, и это причем белые и яркие светлые какие-то тона, то да, это красиво. Не знаю, как на это реагировать, но типа представляешь, люди разные бывают и как бы такое людям тоже нравится. Голова напоминает фонарь из-за такого цвета голова будто светится. Да, голова будто светится из-за того, что солнце было яркое. Вот в тот день было просто яркое солнце настолько, что я боялась, что у меня просто не то что волосы будет светиться. Все лицо, все тело, вся я буду светиться. Вот просто был неудачный день, когда реально было очень сильное пекло, было очень сильное яркое солнце. И давайте теперь к этому будем придираться. Давайте будем придираться к моей лампе теперь, которая светит на меня. Из-за этого мне кажется, что волосы какие-то светлые, какие-то не такие или еще что. Давай к этому еще придеремся. Ну, блядь, ну, серьезно? Жуть просто. И ведь ходят так годами, пытаются отрастить. Ощущение, что светлительный мозг в дешел. У меня был момент, когда у меня и отрастали волосы, я с длинными волосами ходила, со светлым блондом, представляешь, как бы. Но потом я поняла, что у меня короткие стрижки идут больше. Я действительно считаю, что у меня короткие стрижки идут больше. Вот, допустим, даже я бывала и под мальчика стриглась. И мне офигенно, кстати, шло. И несмотря на то, что они у меня уже достаточно прилично отросли и продолжают расти, и нормально выглядят, все равно найдутся такие хейтеры, которые думают, что это нереально отрастить волосы. И при этом иметь светлый блонд. Хочу вас разочаровать. Вот сколько бы она не выкладывала подобные видео, все равно вот по теме ролика про краски, про волосы, мало что было сказано. И все равно вот сколько комментариев не читаю, очень много вопросов. А какой этот подойдет? А какой этот? А какая краска? Вот куча вопросов. Вот зачем снимать видео подобного характера, если по сути ты людям не помогаешь, ты только обсираешь их. Идея прикольная, там снимать видео про волосы, все такое, ну, полезного из этого мало, если честно, выходит. То есть все равно, вот сколько я комментарий не пролистала, и чуть ли не у каждого какие-то вопросы к ней остались. Причем они реально думают, что она прям такой мега крутой профессионал, что им прям ответит и поможет. Такие Total Blonde блондинки уже забыли, как должны выглядеть нормальные живые волосы. Они так привыкли к такой мочалке, такие же волосы у их подруг, потому и защищает свою мочалку, типа посмотри на себя. У меня нет ни одной подруги, у которой были высветленные волосы, или у которых был блонд. Вот все подруги, которые у меня были, у них русые волосы, представляете? Девушка, очнись. Ты в каком-то своем мире и я даже не понимаю, как ее слова вообще могут относиться ко мне. И говорить то, что я не знаю, как выглядят живые волосы. Странный комментарий вообще для меня, очень неадекватный. Реально, у нас сегодня рубрика неадекватных комментариев, неадекватных людей, которые, видимо, не понимают, что, типа, всякое бывает. Любой человек может сжечь случайно волосы, тем более, если он это делает, допустим, сам себе. К примеру. Ну, как бы, за эти две минуты, которые я не успела смыть краску, могло случиться все, что угодно. Может быть, я жизнь кому-то спасала, блин, а меня потом обсирают за то, что у меня волосы отвалились только потому, что я краску передержала. Ок. И вот это вот ее экспертное мнение по поводу того, что она говорит, что вот блондинки, вот блондинки не всем идут, лучше перекрашиваться. Вот это какая-то агитация блондинок идет, чтобы они все перекрасивались все поголовно. И обсирание их на видео, причем я реально заметила, что у нее все видео связаны с блондинками. Мне кажется, вот она им то ли завидует, то ли ненавидит, не знаю, ну, как бы, мое такое мнение личное просто, что она снимает подобные видео именно только с блондинками, как раз потому, что это хайп. Это как бы прикольно там стебаться над кем-то, унижать и представлять себя на их фоне профессионалом. Хотя любой человек на фоне девушки, которая красится первый раз, может выглядеть профессионалом, блин. Это странно. Но этот эффект белой волосы, загорелая кожа, если бы окрашивание белого цвета не было таким травмированным для волос, я бы тоже с удовольствием украсила с белого цвета, к сожалению, от исцеления волос так или иначе страдаю. То есть, по твоей логике, ты пишешь, что вот тебе не нравится вот этот эффект белой волосы, загорелой кожи. То у вас какие-то уже стереотипы срабатывают в голове, потому что любой человек с любым цветом кожи может покраситься в любой цвет волос. И как бы вам это не нравилось, уберите эти тупые стереотипы у себя в голове, что если загорелая кожа и светлые волосы, что значит, что какая-то безвкусица. безвкусица. Это стереотип. А если тут человек реально темная кожа и он красится в блондинку, и что теперь? Это уродство, что ли? Далеко нет. Вот главное, вот эта девушка, она сама вставила какие-то отрывки фраз из видео, то есть, где я сначала сказала одно, потом я сказала другое. Она вот вставила какие-то отрывки, и это выглядело так, будто я сначала пожаловалась на мастера-парикмахера, а потом пошла сама себе волосы сожгла, а все равно виноват остался мастер. Вот это так вот нарезано, нелепо было, что это выглядело, наверное, вот так. Хотя, с другой стороны, как бы, я понимаю, что она там сидит, защищает вот этого парикмахера, который никогда в жизни не видела, никогда ее работ не видела, и она сидит, защищает парикмахера, причем вот этот мастер-парикмахер, у которого я красилась, она ведь меня тоже самое накрасила этой же краской, абсолютно этой же. Почему ты ее не засираешь? Почему ты меня засираешь? Я понимаю, что у тебя какая-то солидарность с парикмахерами, что ты вот ко мне вот так критично, а ее защищаешь. Но я считаю это странно, защищать человека, который ты не знаешь, как он работает, чем красит. Странная логика у девушки, мастер не нравится, кофту пачкает, уши в краске, но три раза к ней ходит. Представляешь, ну как бы не с первого же похода все сразу понятно, что мастер красит не очень. Если в первый раз меня все устраивало, то поэтому я к ней ходила. То потом начались какие-то проблемы, то кофту испортила, то еще что-то, и поэтому я перестала к ней ходить. Это же не все в первый день на меня обрушилось. Вот я пришла, и сразу она мне кофта, и уши, и вот это все. Не было ничего такого. В первый раз я к ней ходила, мне казалось, что все нормально. Вот когда начались проблемы, тогда я ушла. по-моему, странная логика, это не у меня. Да не восстановит она эти волосы никогда, со временем еще больше осыпется. Не осыпались же. Причем, мне кажется, если бы девушка случайно не написала бы в комментариях про то, что на меня сняли обзор, я бы даже и не знала, что меня там в интернете засирают, а я и не в курсе. Холодный блонд не всегда белый, неужели сложно понять, что их тонировать нужно? Не может быть! Нифига себе! Блин, я первый раз слышу об этом. Причем, я стопудово уверена, что Жанна, вот эта, которая снимает свои ролики, что она сто процентов вот этот момент не добавила в свой ролик, где я говорю, что я крашусь тонирующей краской, но тонирующая краска почему-то не берет мои волосы, результата нет никакого. Она специально, по-любому, она специально этот момент просто не вставила в видео, потому что ей просто ответить нечего, сказать нечего. За то, как сидеть и обсирать меня, что я высветлила волосы, а тонировать не смогла и не сумела, это мы можем. Иллюстрации скупой платье дважды. Что за бред? Вот если бы я была реально скупа, я бы, не знаю, по летам красилась, и тогда, да, тогда бы можно было сказать, что скупой платье дважды. А я выбрала краску более-менее недорогую, но при этом профессиональную, и при этом меня устраивал результат, представляешь, поэтому я и красилась. И причем тут скупой платье дважды. Капус не самая дешевая краска, между прочим. Девушке блонд совсем не идет. Конечно же не идет. Конечно же не идет. Тебе-то виднее, ты же у нас профессионал. Я в свое время, даже, наверное, года два назад выставляла опрос на своей страничке ВКонтакте и выкладывала три цвета волос. Какой мне идет больше? Черный, русый и блондинка. И угадайте, какой цвет выиграл? Девушка зависла в буфете 90-х годов, голубых теней не хватает. Как это ко мне относится, я так и не поняла. Ну, видимо, в их реалиях, в их жизни, если у блондинки голубые тени, то, значит, девушка из 90-х. Вот в ее понимании это так. Это для меня странно. Очень много засирали мои и брови, и макияж, несмотря на то, что видео было про волосы. Обосрали вообще все, что можно, даже к тону лица придрались. Я вообще в шоке, конечно, когда услышала, думаю, что он-то тут, что он-то вам, что сделал? Это чушь, как можно восстановить волосы каким-то курсом. Чисто коммерция. Какой курс? Неужели на ум не хватает понять, что это пустая трата денег? Ой, Алиса, ну ты-то у нас вообще, конечно, профессионал, ты у нас знаешь лучше, что никаким курсом волосы не восстановишь. Ты у нас уже это все на себе испробовала, и поэтому на собственном примере можешь сказать, что это неправда, и вообще такого, и вообще это ничего не помогает. Сколько завистников и ненавистников, о господи. Вот знаете, я неоднократно слышала, что если у человека нет проблем с самооценкой, и если он в себе уверен и хорошо себя чувствует, то к другим, как правило, он не пристает и не критикует их внешность, не придирается каким-то недостатком или еще что-то, потому что у них нормальная психика, у них нет никаких проблем с самооценкой, и вообще, в принципе, люди, которые себя любят и которые себя уважают, они к другим не прикапываются. Уж кого-кого мне жалко, это как раз те же девушки, которые прям изливаются, прям в желчу, лишь бы сказать, вот какой ужасный, блин, на это смотреть невозможно, подстригись на лысо. Вот таких, мне кажется, прям вот жалко, потому что, наверное, у них, скорее всего, страдает самооценка, раз уж они ко мне так докопались. Как же она тупо отправит то, что испортила сама себе волосы, ха-ха, уши, свитшот, стрижка ежик. Причем тут стрижка ежик? Я никогда не стриглась под ежик, во-первых. Во-вторых, как я уже сказала, это просто тупая нарезка была, где история с ушами и свитшотом, и то, как я испортила себе волосы, это абсолютно две разные истории. И они никак вместе не сплетаются, абсолютно. И я никак не оправдывала то, что я испортила себе волосы. Я напрямую говорила, что я передержала просто время, и все. Я вот тоже замечать стала. Чем дольше девушки краситься в блонд, тем короче становятся их волосы со временем. Бывают исключения, но все же происходят. Время и мочалка под ледневого волоса никто не оставляет равнодушным, хочется ее отстричь. И вот, то есть, люди это понимают, только когда я уже об этом сказала. То есть, у нее канал с волосами и все такое. И она в основном снимает блондинок, но при этом всю эту информацию люди узнают только от меня. Как-то так, ребята. Надеюсь, вам это видео понравилось, оно было для вас интересным. Оставляйте свое мнение в комментариях. Я оставлю ссылочку на видео с обзором на меня в описании. В общем, спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.